здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова ландшафтный дизайнер и растение вот хочу вам сегодня рассказать о самом наверное популярном растении в нашей средней полосе атуи скажите а что еще мы можем про ту и не знать не знаете наверное нюансов которые позволят сделать тую самым любимым и самым неприхотливым растением вашего сада вот сейчас за моей спиной самый популярный сорт туя смарагд а рядышком со мной тоже колоновидная туя колумна видите что они отличаются друг от друга по хвои даже по хвои то есть немножечко разного цвета разной формы у них веточки туя смарагд на старорусском языке обозначает изумруд названа так за свою окраску колумна колонна то есть это тоже колоновидная туя что такое колонна одинаковая толщина снизу середине и сверху то есть по сути она имеет такую же форму но немного другой цвет немного более рыхлую фактуру вот здесь замечу как ландшафтный дизайнер если у вас участок идеальный ровные дорожки аккуратненький домик все чистенько прибрано наверное вам лучше всего подойдет туя сорта смарагд если не все так идеально как хочется то я рекомендую высаживать не смарагд а колумну почему потому что когда на участке слишком все хорошо то какая-то не очень правильная туя она вызовет диссонанс а когда не все идеально тогда наоборот слишком правильная форма слишком ровная крона но она конечно красиво но она подчеркнет и выставит на показ абсолютно все грехи вашего сада вашего участка поэтому как ландшафтный дизайнер рекомендую здесь делать свой выбор с оглядкой на окружение на то что будет находиться рядом с этой туи вокруг нее кстати обращу ваше внимание на тую золотой смарагд голден смарагд видите как она отличается по цвету она немножечко меньше у меня пока еще но по цвету она слегка желтенькая есть еще очень много туй деревьев а древовидная туя бывает а бывают туя кустарниковая мы сейчас тоже к этому вопросу подойдем на самом деле это растение которое имеет ярко выраженный ствол растет вверх и вырастает выше двух метров кстати когда в районе двухтысячных двухтысячном году на нашу территорию попали первые европейские растения вот эти вот сортовые красивые которых мы прежде никогда здесь не видели говорили что туя смарагд вырастает всего лишь навсего до двух метров и больше не растет все очень многие люди высаживали себе из этой ту и живые изгороди но как показала практика прошло практически уже почти 20 лет и эти ту и сейчас достигают высоты больше шести метров иногда даже до восьми то есть на самом деле древовидная туя то есть вертикальная вертикально растущая она может расти большая она будет расти столько времени сколько вы ей позволите она не остановится в каком-то там моменте на какой-то высоте дерево вообще любое растение живо пока она имеет возможность расти и если вам нужно чтобы ваш заборчик ваша живая изгородь были какого-то определенного роста вам просто следует ее подстригать ежегодно понемножечку впрочем давая каждый год ей возможность чуть-чуть увеличится в размере то есть если в прошлом году вы постригли свою тую на высоте 2 метра значит в этом году постригите ее на высоте 2 метра и 5 сантиметров а в следующем году вам следует по встрече и вам на высоте 2 метра 10 сантиметров а потом 2 15 то есть вы должны давать ей возможность расти тогда туя будет жива и будет чувствовать себя хорошо если все-таки 220 230 это слишком много для вас значит через несколько лет вы опять срежете ее на высоту 2 метра и потом снова каждый следующий год 205 210 215 и через несколько лет опять можете ее укоротить то есть только таким образом вы можете ее сохранить на какой-то приблизительной высоте если вы каждый год будете поддерживать ее на одном уровне растение должно иметь возможность расти это все живое мы должны об этом помнить значит она будет стараться расти в ширину если вы и в ширину будете ее каждый год поддерживать на одном уровне то большинство ту и не выдержит такого жестокого обращения и просто-напросто погибнет хотя есть один сорт который выдержит именно такое и будет даже вам очень признателен за то что вы его интенсивно стрижете вот она за моей спиной с левой стороны туя брабант для меня слева самая простая обычная туя которая вырастает на самом деле большущим деревом цветет оголяется у нее ствол и в конце концов она становится просто большим чем-то лохматым непонятным вечно зеленым и то есть наверное в каждом городе это есть наверное во многих старых каких-то постройках и посадках это растение но это же самое лучшее растение для стрижки вот именно эту тую брабант то есть самую простую тую вы можете каждый год возвращать к толщине к примеру 40 сантиметров и к высоте к примеру 2 метра или метр шестьдесят или та высота и та толщина которую вы выберете сами и чем больше и чем чаще вы будете ее стричь тем гуще будет становиться ваша живая изгородь поэтому очень рекомендую если вам нужно аккуратная ровная стриженная живая изгородь взять именно этот сорт туи но если вы упустите и перестанете ее стричь то она конечно очень быстро потеряет свою декоративность потому что это практически самая быстрорастущая туя на свете в наших широтах еще для сравнения с этой стороны вы видите два правильных конуса это туя курник или корник написание о с двумя точками по названию питомника в котором ее селекционировали это тоже очень быстрорастущая туя она имеет пирамидальную крону пирамида сразу представили себе египетскую пирамиду то есть она очень широкая внизу и растет такой таким широким конусом эти туи тоже быстро растут и из маленького саженца высотой 40 сантиметров а это кстати трехлетний саженец вот такой высоты в большую ту он превращается за 4-5 лет и высаживать их можно на расстоянии до трех метров друг от друга потому что они сомкнутся то есть это очень крупная и быстро растущая туя единственное о чем вы должны помнить что она все-таки займет достаточно много места и в ширину еще эту тую называют вечно золотистой потому что у нее всегда чуть-чуть желтоватые кончики она немножечко немножечко светлее но крона ее более правильная более плотная более густая поэтому если у вас место позволяет то это ту я конечно будет смотреться ярче и привлекательнее без стрижки хочу обратить ваше внимание еще на один нюанс когда вы выбираете саженцы туи для живой изгороди естественно вы выбираете их вы берете их много и естественно вы хотите чтобы они когда вырастут были все одинаковые чтобы они все оказались одинакового сорта это важно пожалуйста берите все саженцы в проверенном питомнике в проверенном у проверенного источника потому что туи правильные туи сортовые туи выращиваются только из черенка и если тот кто выращивает туи знает что он взял черенки сту и смарагд или ту и брабант или ту и колумна или любого другого сорта он знает что из черенков вырастут только ту и этого сорта и вы об этом знаете ту и черенковать достаточно трудоемко и сложно поэтому такие растения будут немножко дороже чем ту и которая выращена из семян ту из семян вырастить очень легко к примеру мы собрали семена в ту и примеру корник посеяли и вырастут маленькие туйки у которых мамой будет туи корник но пыльцу для опыления могло принести ветром туи опыляются ветром это хвойное растение могло принести ветром с другой туи например сту и брабант или ту и колумна или еще откуда-то и как любые дети вы понимаете что они могут быть похожи либо на маму либо на папу то есть из семян не факт что у вас вырастет ту и корник даже если вы собрали семена именно с нее не факт что у вас вырастет ту и смарагд если вы собрали семена стою смарагд поэтому ту и выращенные из семян они дешевые их посеяли и ждите выросли можно сажать но когда у вас вырастают эти саженцы полученные из семян они вырастают совершенно разные и в одной живой изгороди если вы взяли именно такие семена такие такие саженцы полученные из семян в одной живой изгороди у вас может вырасти одна только желтого цвета, другая зеленого, третья вообще шарик, а четвертая очень сложной формы, которая и на шарик, и на столбик не похожа. То есть, пожалуйста, не удивляйтесь через 10 лет, что у вас все туи разные, если вы покупали именно самые недорогие туи, полученные из семян. До трехлетнего возраста тую невозможно идентифицировать. То есть мы, конечно, можем понять, что сеянец – это туя, но даже будет ли она шариком, то есть кустом, или будет она деревом, то есть вертикально растущей, этого сказать невозможно. Ближе к пяти годам, а любой хвойник, любое хвойное растение в возрасте до пяти лет – это растение, как правило, маленького размера. Ближе к пяти годам уже можно примерно понять, какая крона будет у этого растения. Только из всего. Но если растение выращено из черенка, то вы будете на 100% уверены, что соответствие сорту будет абсолютным. То есть из череночка туи-смарагд вырастет только туя-смарагд, из череночка шаровидной туи вырастет только шаровидная туя. Поэтому обратите внимание именно на источник, откуда вы берете саженцы, чтобы через 10 лет вы об этом помнили. А есть туи-кустарники. Все мы слышали о том, что существуют шаровидные туи. Вот, например, маленький шар Хосери – это взрослая туя, которая в самом своем старом возрасте вряд ли достигнет высоты 80 см. Или вот эта туя-глобоза, которая уже сейчас выше метра, но на самом деле она еще очень молода. Этот шар может в диаметре вырасти до 2,5 или даже 3 метров. Мне доводилось видеть такие взрослые экземпляры. Мои пока еще растут. Это туя-кустарник. У нее нет одной ярко выраженной макушки, у нее много веточек одинаковых. А если вам нужен слишком правильный гладкий шарик, то ее можно периодически стричь и шлифовать. Эта туя держит свою форму сама, я ее не стригла. И если вы хотите, например, сделать живую изгородь, то вы можете выбрать, какая высота должна быть у вашей живой изгороди. Она должна просто ограничивать пространство, чтобы вы могли видеть, что находится за этой изгородью. Или она должна быть высокой и полностью закрывать ваш участок. Конечно, это все в ваших руках, и все зависит от территории, от размеров того участка, на котором вы хотите живую изгородь создать. Если участок маленький, то, наверное, изгородь из туи – это самое оптимальное решение. Потому что туя, на самом деле, все-таки очень неприхотливое растение и достаточно небольшое для того, чтобы стать защитой, стеночкой, заборчиком для участка небольшого размера. Я говорю о наших стандартных участках 5, 10, 15, 20 или 30 соток. Если у вас гектар, вы можете, конечно, воспользоваться и елью, и сосной, и можжевельником. Но сегодня мы говорим о туи. Сейчас хочу ответить на один очень распространенный вопрос. Вот перед вами туя. Снаружи она зеленая, но где-то там проглядывает что-то рыженькое, засохшие старые веточки. И если мы раскроем крону, мы увидим довольно много этой рыжины, желтизны, осыпающихся сухих веток. Меня спрашивают, что случилось. Я всегда отвечаю, что случилось осень. И старые ветки, которые оказались в глубине кроны, новые молоденькие выросли. И они сейчас, вот они, составляют форму кроны нашего дерева. А то, что осталось в глубине, ему стало темно. У него закончился срок жизни. Потому что, несмотря на то, что дерево вечно зеленое, каждая хвоинка все-таки имеет свой срок жизни. И для этой конкретной веточки он уже закончился. Теперь наша туя сбросит все старое и ненужное. Можно почистить. Я предпочитаю чистить весной, потому что все-таки немножечко теплее и легче зимовать туя с ее естественным опадом. Можно почистить осенью, если вас уже слишком сильно смущают желтые хвоинки. Она омолодилась и снова будет радовать нас своим ярким цветом. Как почистить? В принципе, можно ее просто потрясти. Ничего с туей не сделается. Веточки, если вот даже вы запустили туда руку, в крону, они просто сами отваливаются, осыпаются. Они уже засохли. Можно подождать, пока они упадут сами. Если у туи крона слишком густая и веточки слишком плотно расположены, то этот опад будет где-то застревать. В принципе, в нем могут зимовать разные болезни и вредители. Поэтому, когда его слишком много скапливается на плотных коротких веточках, можно его выбрать руками. Если вы не сделаете этого, то, конечно, что-то вредное там перезимует. Но, с другой стороны, весной там могут свить гнезда соловьи. Потому что они гнездятся как раз на небольшой высоте. И эта подушка из опавших веточек очень порадует их при строительстве гнезда. Выбирайте тую для своей живой изгороди, и вы точно не ошибетесь. Благодарю за внимание. Ваша Светлана Сутникова.